Сыр-завод Кошкинский! Аплодисменты! 50 оттенков красного! Аплодисменты! Спасибо, девушки! Спасибо, красавицы! Спасибо, 50 оттенков красного! Мы предлагаем вам пройти за столик, то есть за свое рабочее место. А приветствуем команду детской юношеской спортивной школы! Команда девушек детской юношеской спортивной школы! Аплодисменты! И третьей командой, которая станет сегодня участницей нашего конкурса, это команда девушек жилищно-коммунального хозяйства! Аплодисменты! Вот так что воздушный поцелуй они высылают всем в присутствующем зале. Приглашаем вас к столику. Ну что ж, команды на сцене и, естественно, работу команд будет оценивать сегодня наше праздничное жюри. Позвольте мне представить его. Председатель собрания представителей, он же председатель нашего сегодняшнего жюри, Анатолий Александрович Проскурин. Аплодисменты! Почетные граждане, девушки, готовы к борьбе, готовы к приятной работе, и мы пожелаем им успеха. Аплодисменты, дорогие зрители! Ну а нашему уважаемому жюри, конечно же, объективности судейства. И первое задание называется «Визитная карточка». Девушкам предстоит максимально эффектно представить эмблему, состав и название своей команды. И отправляем команду «Маслозырзавод Кошкинский». Пожалуйста! Аплодисменты! Аплодисменты! Компания «Маслозырзавод» представляет Режиссер Александр Мартынюк Пильм «От восхода до восхода» Как известно, труд облагораживает человека. Поэтому люди любят ходить на работу. И мы ходим на работу, потому что она нас облагораживает. У половины женщин нашего завода будни начинаются почти одинаково. Это дома. Она живет на одну зарплату. То есть от получки до получки одним словом выкручивается и все успевает и поработает, и отдохнует. А с свеженной утренней пробежкой до завода она прибывает на службу. А у нас свой служебный роман на заводе. Это Катя. Она устроилась к нам на заводе два года назад. Катя симпатична, но слишком активна. С тех пор, как ее выдвинули в культ массовый сектор, мы так и не можем задвинуть ее обратно. Так и не учились. Мы стояли в партуратике. А это Люба и Таня. Они очень женственные и фантичные, как все девушки, но прагматичные и расчетные, как все бухгалтера. Хороший бухгалтер стоит дорого, а плохой намного дороже. Они хорошие. Больше всего мне нравится, что они оптимисты. По дороге на работу они избавляются от своих маленьких шалопаток и идут, улыбаясь на работу. А это Лена. Она у нас строгий начальник лаборатории. А ведь про начальника или форошок плещет руку в работу. Поэтому Лена у нас просто есть. А это Оксана. Она динамичной работой. Вечно где-то ходит. Очень самостоятель. Никто так и не знает, чем она занимается. Хороший бухгалтер общительный. Поддерживает любой праздник. Каждое утро на нашем заводе происходит одно и то же. Это уже обычай, традиции, я бы сказала, ритуал. Когда марафет наведем, можно погрузиться в волшебный, поэтичный мир производства. Успешно собравшись, мы идем в цех. Тяжелый труд не преград для масло-сырзавода. Освоить работу на погрузчик? Пожалуйста. Сварить 25 тонн сыра не проблема. Нашим женщинам по силу даже то, что не каждый мужчина сможет сделать. Любая работа в руках этих трубких красавиц спорится. Уже конец рабочей смены, все куда-то бегут, торопятся, не обращая внимания на рабочую усталость. Большая часть мужчин уже готовится к следующему трудовому дню. Но нашим дамам расслабляется некогда, ведь они должны столько всего успеть. Мы любим свой завод. Итак, команда девушек масло-сырзавод «Кошки-рукей». Аплодисменты! Группа поддержки вы на свете! Спасибо! Провожим аплодисментами команду девушек 50 оттенков красного. Ну что же, визитная карточка. Мы познакомились с командой масло-сырзавод. А теперь поближе познакомимся с командой детской, юношеской, спортивной школы. Визитная карточка «Дюш», пожалуйста. Ты остроумна, как Кобира, и музыкальна, словно Лира. Я не толкнусь, а так, что Ира — одна из лучших женщин мира. Детки, дедки, 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 дедки. Дери по фитнесу. Таких красивых бабушек, как наши Леночки, не счесть. И умных не найдешь таких, хоть обойди весь свет. Верные подруги, прекрасные хозяйки, веселые девчонки, эмоции не за знание. Романова Елена, тренер по лёгкой атлетике. Наума Елена, тренер по баскетболу. Кто всех умней, кто всех добрей, кто обаятельнее и краше. Покой, не с кем и веселее. Ответ на всё, Василина, Наташа. У тебя есть Наташа, тренер по баскетболу. Светлана, милая душа. Светлана, выменивая тепла. В нем только тренина, тепла. Да и сама ты хороша. Антонова Светлана, тренер по лёгкой атлетике. Будь по жизни смелым, им не чёрток белый. Будь по жизни смелым, им не чёрток белый. Будь по жизни смелым, им не стремится победа. Будь по жизни смелым, им не чёрток белый. Будь по жизни смелым, им не чёрток белый. Как команда представляет и знакомятся с командой жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ 75 лет на страже родного района. Кошкинское ЖКХ организовалось 5 мая 1938 года. Наша организация занимается теплоснабжением жилых и производственных зданий. Водоснабжением холодной питьевой водой сельского поселения Кошкин. Водоопредением сточных вод, вывозом и утилизацией ТБО, а также оказывает транспортные услуги. На сегодняшний день в ЖКХ работает 176 человек. Среди них и мы сегодня представляем наших команд в ЖКХ жизнерадостные, красивые, харизматичные. Знакомьтесь, Кассир Светлана. Она нежна и обаятельна, имеет живой характер, очень эмоциональная и впечатлительная. Хороший товарищ и помощник. Техник абонентского отдела Наталья всегда ответит на интересующие вас вопросы. Она подвижная, живая и общительная. Обаятельная и умеет своим обаянием пользоваться. Умна и красива, прямолинейна и открыта. Всегда сбивается по старой цели. Кокролёв Ларисов. Очень эмоциональная девушка. Полна энергии и бодрости. Обладает аналитическим складом дума, что помогает ей в работе. И хорошо развитым чувством юмора. А это наш экономист Наталья. Занимается расчетами на все виды услуг. Оказывается в нашем предприятии. Она михая, добрая, нежная, отзывчивая и принципиальная. Умеет быть хорошим другом. Легко приспосабливается к любым условиям работы. И, наконец, незаменимый наш юрист Рима. Занимается создавлением этого договора с населением и юридическими лицами. Готовит заявления на злостных неплательщиков для вынесения судебных приказов. За круг прием нежности скрывается необычайно стойкая натура. Обладает изауряд в умом и хорошим вкусом. Ценит все прекрасное, живописи, литературу и искусство. Собой не пугает возникший кризис мировой. Работник каждое дело знает. Мы смело с ним идем на бой. Пусть в рот работы необъятный, но верят в вас. Рука легка. Гордимся с вами, мы девчата, своей работой в ЖКФ. Мы все усилим, все сумеем. Любой вашей выполнен на газ, чтобы веселее и светлее, жизнь лучше стала для всех нас. ЖКФ. Как важен этот мир? Огромный он и сложный. Работа в нем кипит. Да, на Риме подросли. Тепло и вода дороже. За комфорт придется всем платить. Вы знаете, жители, работаем сутки. Заявки все выполним. И спим и минутки. Наш, наш девиз. Не важно, что про них зайдет, ЖКФ вперед идет. Все. Свою визитную карточку представила команда жилищно-коммунального хозяйства. Они очень волнуются. На сцене тоже стоять нужно уметь. А мы переходим ко второму заданию. И называется он интеллектуальный конкурс. Девушка должна привлекать к себе внимание не только красотой, но и, конечно же, умом. Недаром народная мудрость гласит, встречают по одежке, а провожают, конечно же, по уму. И мы сейчас докажем, что наши девушки не только красивые, но и умные. Итак, второе задание – интеллектуальный конкурс. Женщина-девушка. Женщина-девушка. Команды. Первый вопрос. В каком году образовался Кошкинский район? И первым была команда ЖКХ. Пожалуйста. Кошкинский район образовался в 1928 году. Тем самым сколько ему лет? 85. Спасибо. Правильный ответ. Ну, вроде бы, ответ на этот вопрос. И это очень почетно. Молодцы. Второй вопрос. Вопрос. Назовите крутую возвышенность на правой бережье реки. Оксана, какой реки? Давайте договоримся так. Поднимать руку только тогда, когда вопрос прозвучал до конца. Договорились, девушки? Аплодисменты, дорогие зрители. Они очень волнуются и заранее знают ответ. Вот такие у нас девушки. Итак, второй вопрос. Назовите крутую возвышенность на правой бережье реки Липовка. И первым подняла руку команда ЖКХ. Карен, помогай, пожалуйста. Ответ. Маригора. Да, Маригора. Аплодисменты. Правильный ответ. Третий вопрос. Сколько поселений в нашем районе? ЖКХ. Тринадцать. Тринадцать поселений. Правильно. Бай-бай. Так что успевайте. Четвертый вопрос. В каком году образовано наше село? Кошки. Детская спортивная школа, по-моему, первая была. Да? Пожалуйста. В каком году образовано наше село? В 1747 году. Правильный ответ. В 1747 году. Пятый вопрос. Назовите реку нашего района, который является левым притоком реки Сок. Конечно же, это Кондурча. И первыми подняли руку команда детской спортивной школы. Шестой вопрос. Какому легендарному земляку-подводнику установлен? Ну, конечно же. ЖКХ, да? Первым подняли руку. Витяев Алексей Федоров. Ну, они волнуются. Назовите прошлое название села Новая Жизнь. Детская, юношеская, спортивная школа. Марианталь. Конечно. Прошлое название села Новая Жизнь – это Марианталь. Любимый напиток наших жителей района от мала до велика, конечно же, это Бошкинский лимонад. И последний вопрос звучит следующим образом. Сколько у нас в районе героев Советского Союза? Пожалуйста. Пять человек. Уважаемые зрители, на этот вопрос кто первым поднял руку? ЖКХ. Жюри, я вас прошу. Масло-сыр-завод. Пять человек. А назовите, пожалуйста, их. Назовите героев Советского Союза, Кошкинского района. ЖКХ, пожалуйста. Самаркин Иван Федорович. Аплодисменты. Еще. Пожалуйста. Михаил Акимов. Правильно. Аплодисменты. Второй герой нашего района. Еще. Машев. Еще три героя. Это Фирсов Александр, Михаил Акимов и Дмитрий Старостин. Аплодисменты, дорогие. Я уверена в том, что к этому заданию наши команды подойдут и как иначе, как творчески. Поэтому их задача оформить шляпку в определенном стиле, а затем ее представить на суд зрителей. На это задание командам отводится определенное время. Ну а пока наша команда готовится, для вас, наши уважаемые женщины и присутствующие мужчины, звучит музыкальный подарок. На сцене вокально-инструментальный ансамбль «Серпантин». Руководитель Михаил Богатов. Встречайте, пожалуйста. Руководитель Михаил Богатов. 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 Наши девушки готовы представить свои шедевры. Оформили шляпки и сейчас они их представят на суд зрителей и, конечно же, нашего уважаемого жюри. Итак, первыми представляют незаменимый атрибут женской одежды шляпку команда «Масло, сыр» завод Кошкинский. Итак, пожалуйста, девушки, выставим на вас и будем восхищаться. Шляпка Миледи, она поэтами воспетов последних десяти веков. Когда же на себе надета, то просто хватает слов. Пусть заедает суета и угрожает стресс, но дама в шляпке, господа, совсем не та, что весна. Чуть-чуть какие-то ведь милее, увереннее в жизни, глаза блестят и вправе, немножечко капризнее. Под шляпкой в любой сезон найдете преснюю шарма. Она всегда в хорошей сон. Носите шляпки, да! Вот такой красотой мы сегодня наслаждаемся. Спасибо, девушки. Ну а второй, не представляя членку, команда детской, юношеской спортивной школы. И мы также любуемся на вас. Пожалуйста. Такие шага летали, что не очень ты их дойдешь. И по пять километров стали, не взбирая на слепые дожди. Мы в подвале силу качаем, а в спортзале играем мячом. И спортсменки, а это значит Олимпиада нам по плечу. Мы спортсменки, а это значит Олимпиада нам по плечу. Выписали вам шапочку из коллекции Олимпиадов. Мы уверены, это шапочка, шляпа. Украть в вечернее платье дамы, И, конечно же, будет отлично и патриотично смотреться на трибунах тридемболельщиков следующих Олимпиад. Спасибо. Отлично. Спасибо. Конечно же, мы дружим со спортом. Иначе быть не может. В здоровом человеке должен быть здоровый дух. Спасибо, команда спортсменов. Ну а мы, мы смотрим шляпку команды жилищно-коммунального хозяйства. И, по-моему, сейчас расцветет еще цветочек на нашей сцене. Пожалуйста, команда жилищно-коммунального хозяйства. Наша шляпка с широкими полями считается модным и изысканным главным убором. Она подходит многим людям. Хорошо выглядят в таких шляпках девушки высокого роста и такие же стройные, как наша Лариса. Наша элегантная шляпа из модного салона. Мадам ЖКХ выполнена в нежных пастельных тонах с отворотом. Она олицетворяет собой нежность. По краям шляпок расположились прекрасные весенние цветы, привлекая в себе внимание окружающих. Шляпа наша как конфетка. Шляпка разных оттенков. Из украшенных цветами сделана на радость даме. Сердце радует она. Словно в дам пришла весна. Спасибо! Пришла весна. Мы это видим, мы это уже чувствуем. Спасибо, Наташа, что это время. Ну что же, жюри оценивает работу команд. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok